здравствуйте мальчики девочки студенты и студентки вот такая вот интересная задача попалась рассчитайте сопротивление электрической цепи состоящий из большого количества одинаковых звеньев я сказал почему интересная задача потому что для того чтобы двигаться вперед в деле изучения физики нужно перелопатить огромнейшее количество задач и тогда в голове остаются какие-то вот такие вот ну будем говорить трики вот с помощью которых можно решить любую задачу но этим нужно заниматься постоянно вот на первый взгляд задачка не решаем что значит большое количество одинаковых звеньев 100 200 300 неограниченное количество мы рассчитывать что это будет неограниченное количество одинаковых звеньев вот ну и что так нужно для того чтобы сосчитать общее сопротивление какое количество елки-палки про что делать вот что делать что делать включать мозги начинает рассуждать и что значит большое количество ну вот ну вопрос вопрос интересный и когда мы начинаем рассуждать о деньгах вот тогда как бы очень многие физические процессы становятся будем говорить так понятны вот есть такая пословица дурак думками богатеет но я думаю что каждый из вас открою секрет что я иногда тоже так думаю вот чтобы было бы если бы я нашел там клад с миллиардом долларов чтобы я как говорится на них делал ну и начинаем так сказать рассуждать по этому поводу ну давайте так допустим у вас есть миллиард вот там долларов и вы кому-то там пожертвовали вот миллион так и быстренько превратились из миллиардера в миллионера а потому что миллиард то нет вот а если вы пожертвовали кому-то там два доллара вот два доллара пожертвовали при наличии миллиардов смешанного можно даже вообще не жертвовать него нож если жертвовать то по-крупному если деньги есть ну ладно так вот что произойдет с общим сопротивлением если я сейчас я сейчас оставлю то сказать одно звено что имею ввиду ну вот смотрите вот и нарисовал эту схему а сейчас и говорю вот это вот первое звено и оставляю ну пусть она у меня будет вот это у меня здесь у меня арт и вот здесь у меня а вот а все остальное что а все остальное то общее сопротивление вот она у меня вот и вот так обозначил x вот и все вот в принципе в этом заключается вся задача но сейчас что нужно сделать просто-напросто взять и решить арт и x и они друг с другом параллельно значит их общее сопротивление общее сопротивление эквивалентное сопротивление это просто-напросто rx на r плюс x правильно ну конечно правильно это общее сопротивление вот арт и x тогда у меня что получается у меня здесь арт здесь арт а здесь у меня вот это вот сопротивление арт и x поэтому общее сопротивление арт который мы ищем она будет состоять из арт и x и вот плюс эти два сопротивления двор вот и все вот как говорится и вся задача но теперь что нужно сделать просто-напросто гореться ее эту задачку как говорится решить сейчас только запишу что мы решать должны так арт это общее сопротивление то есть это x который мы ищем место арт и спешу арт икс на арт плюс x а тут плюс 2р вот это вот уравнение нам и нужно как говорится решить он часу вместо убираю на решение этого уравнения ну и что у нас получается получается у нас как говорится о вот что x р плюс x равняется x плюс 2р плюс x вот такая вот штука у нас получилось ну и все что делаем открываем скобки x р плюс x квадрате равняется rx плюс 2р плюс 2р квадрат этот x сар x сар x сократим получается x квадрат переносим все в эту сторону вот и получаем обыкновенное квадратное уравнение обыкновенное квадратное уравнение x12 у нас будет равняться ну вот по формуле упрощенного так сказать решение квадратное уравнение я получаю арт плюс минус квадратный корень арт квадрат плюс 2р квадрат ну и что у нас получается арт плюс минус вот тут у нас получается что у нас получается получается у нас квадратный корень из трех арт квадрате или у нас получается арт плюс минус арт корень из трех или получается 1 плюс корень из 3 вот и все решение как говорят небольшое уравнение вот можно взять калькулятор и посчитать сколько здесь получится ну минусик естественно убирая а получается если мы все посчитаем где-то приблизительно 2 целых семьдесят три сотых нормаленько вот такое вот общее сопротивление нашей цепи классно получилось правильно ну правильно вот такая вот ситуация ну вот все мне остается только напомнить что найти все необходимое по изучению физики можно на моем канале который называется или гор поэтому если вы еще не записано мой канал пожалуйста запишитесь буду вам очень признателен ну и не забудь поставить лайк все всем доброго до новых встреч до свидания а